Средняя урожайность составляет 36,7 центров в гектаре. Этот каравай спекли из нового урожая. Отнинские аграрии первыми закончили уборку и благодарят нефтяников. Именно льготное топливо помогло технике работать на всю мощь. Какие виды топлива появятся еще, сегодня говорят на Казаниэкспо. Все мы соскучились по таким форумам. Республика только что отметила свои первые сто лет. Нет такого второго региона, который бы за эти сто лет так продвинуться в своем развитии. Главная тема форума – нефть, газ и переработка. Здесь нефтяники, ученые, айти-специалисты. Представлены отечественные и зарубежные разработки. Уникальный бокс в апреле в период пандемии разработала Татнефть. Благодаря этой капсуле в безопасности как заболевшие, так и окружающие. Сам бокс состоит из двух. Это сама капсула, куда помещается, герметичная капсула и блок вентиляции. И таких прорывных решений здесь сотни. На мне очки виртуальной реальности, которые позволяют даже побывать в специальной лаборатории, при этом не покидая стенда. Пройдя обучение в этой программе, студент будет принципиально понимать, что он делает. Соответственно, это ускоряет созревание плодов. То есть это для тепличных хозяйств. А эта установка имеет прямое отношение как к нефти, так и к сельскому хозяйству. Но для нее нужно только хорошее сырье, а его все меньше. С каждым годом поиски разработки нефтяных месторождений становятся труднее. Компания активно вручается в разработку трудноизвлекаемых запасов. Как тогда работать в эпоху тяжелой нефти, отвечают эксперты. Уже в прошлом году, в 2019, доля инновационных технологий уже составляла суммарная добыча нефти 65%. Подписано 2 сентября 2020 года. Здесь же на полях форума Минпромторг Республики и Кемеровская компания азотных удобрений подписали соглашение о сотрудничестве. Рамиль Шайдуль, Натальд Миндубаев, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5-705-100.